МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершенно случайно она узнала, что является должницей МФО. О заеме в Маниман узнала, обратившись в Сбербанк за кредитом, так как являюсь постоянным клиентом, мне отказали, сославшись на плохую кредитную историю. Придя домой, я начала обзванивать банки, в которых брала кредиты, на что мне ответили, что все кредиты закрыты и задолженности нигде нет. Тогда Дили заказала кредитный отчет в Бюро кредитных историй и с удивлением обнаружила, что 13 декабря 2014 года мошенники от ее имени просили займы у нескольких МФО. Одна из компаний, Маниман, выдала злоумышленникам заем в размере 7 тысяч рублей под 425% годовых. Причем за полтора года, прошедших с момента выдачи займа, Дили не получала никаких уведомлений о просроченном долге. Наша героиня позвонила на горячую линию Маниман, и ей подтвердили наличие задолженности. На вопрос, как именно оформляется заем, Дили пояснили. Все происходит онлайн. Нужно зарегистрироваться на сайте, подать заявку, ввести паспортные данные и номер мобильного телефона. На него будет выслан СМС-код, который подтверждает согласие с договором займа. Деньги могут быть перечислены по выбору. На пластиковую карту, электронный кошелек, банковский счет или выданы наличными в офисах партнеров. Я спросила про договор, на что мне ответили, должен быть личный кабинет при регистрации. Я говорю, ну я не знаю ни логина, ни пароль. Они сказали, ну информацию такую мы не предоставляем. Договор мне не дали. И сказали, что только через официальный запрос правоохранительных органов только работают они. Редкий случай, но полиция приняла заявление Дили и даже возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители установили, заем оформлялся из другого города. В этот день я находилась на работе. В этот день даже и время я находилась на работе, что подтверждает табель учета рабочего времени, подписанную руководством моим. Заявка делалась с Оренбурга в 300 километров от Орска. То есть там чисто физически я не могла быть в это время. Копию табели Дили отправила в компанию «Манимен», приложив к нему претензию и копию постановления о возбуждении уголовного дела. Они ответили мне поверхностно, то есть рекомендовали обратиться в правоохранительные органы, хотя я уже выслала им постановление. И что будут требовать с лица, чьи паспортные данные указаны. То есть как фактически с меня будет требоваться этот заем. Я хочу написать исковое заявление в суд, потому что кредит я не брала, из-за мошенников я не собираюсь платить. Буду очень благодарна, если вы мне поможете в разрешении моей проблемы. Мы обратились в компанию «Манимен» с просьбой разобраться в ситуации. И первое, что нам удалось выяснить, электронные письма Дили затерялись где-то в пути. По словам представителей компании, первое письмо по этому делу пришло в конце прошлого года от полиции. Стражи порядка запрашивали перечень документов по злополучному займу. Спасибо большое порталу Банки.ру за то, что вы обратили наше дополнительное внимание на данный случай, связанное с Дилей Раиловной. Как было написано в вашем запросе, что Дила Раиловна обращалась в нашу компанию с какой-то претензией и получила какой-то ответ. К сожалению, по нашим данным, такой информации у нас нет. Однако в марте в «Манимен» пришло сразу два письма. Одно из полиции с уведомлением о возбуждении дела, другое от Дили с просьбой разобраться в ситуации. Сразу мы провели внутреннюю проверку в своей компании. Мы установили, что факт мошенничества имеет место. Все действия, связанные с работой коллекторского агентства относительно данного займа, были сразу же остановлены. Мы направили во все бюро кредитных историй информацию, чтобы этот займ был оттуда удален, что и было сделано. Итак, проблема решена. Претензий к нашей героине компания «Манимен» больше не имеет. Но у нас остались вопросы. Например, как именно мошенники смогли обмануть современный скоринг? Как он устроен и насколько надежен? Скоринговая система, которая работает в компании «Манимен», она считается одной из самых лучших у нас в стране. Эта система позволяет анализировать данные по десяткам тысяч параметров, в том числе и данных в социальных сетях. Но, как оказалось, именно к этой части проверки мошенники отлично подготовились. Они зарегистрировали на «Эмидиле» фейковые страницы в популярных социальных сетях. Узнала это в апреле, получается, подруга хотела меня найти и нашла не только меня, но еще какую-то делю с моими данными полностью, адресом, регистрацией. Фотография обновлялась именно 13 декабря 2014 года и совершенно незнакомый мне человек там был. Для микрофинансовой организации долгое время руководствовали собственным пониманием, как нужно идентифицировать клиентов, онлайн-займов. И делали они это по-разному. Например, кто-то просил мобильный телефон, кто-то просил паспортные данные, третьи просили предоставить номер банковского счета. Безусловно, даже Центральный банк признавал о том, что такие способы скоринги в социальных сетях или через фотографии, или мобильные телефоны, они не являются надежными. Кстати, о мобильных телефонах. Номер, который мошенники указали при оформлении займа, «Диле» не принадлежит. Полиция сейчас выясняет, на кого он зарегистрирован. Представитель инфо уверяет, все телефоны пробиваются, но как именно, не уточняет. Безусловно, все это проверяется, проверяется по определенным базам, поэтому, видимо, тут речь идет о очень профессиональном уровне мошенничества. Между тем, обозреватель банкиру Павел Шошин уверен, такая проверка невозможна. Речь о взаимодействии финансовых организаций и сотовых компаний идет уже давно, но для этого требуется создание определенной инфраструктуры. Пока этого нет, банки более-менее еще стараются проверять, и в договоре с банком, когда заключаешь договор с банком, есть такой пункт, что у тебя номер принадлежит тебе, и ты должен обязательно обновлять эти данные, когда если он у тебя сменится. А судя по тому, что произошло в данной ситуации, МФО не проверяет номер телефона никак. Еще один пункт проверки мошенники обошли особенно изящно. Компания MoneyMan перечисляет средства только на идентифицированные электронные кошельки и только на именные банковские карты. И если верить материалам уголовного дела, такую карту злоумышленники предоставили. Это карточка Киви-банка, и на ней имя нашей героини Дили. Продукт Киви к данному эпизоду имеет косвенное отношение. Оформленный заим был перечислен в пополнение открытого Киви-кошелька. Соответствующая карта, которая используется и имитируется автоматически при заведении кошелька, может быть как персонифицированной, так и не персонифицированной. Иными словами, мошенники зарегистрировали анонимный Киви-кошелек. Личные данные для этого не требуются. Достаточно номера мобильного телефона. А затем привязали к нему карту, на которой написали именно наши героини. Наличие имени на карте не означает, что карта принадлежит этому лицу. На карте можно указать абсолютно любые данные. Карта может быть как имбассированной, так и не имбассированной. Например, оформлена на конкретное лицо или без персонификации. На ней может быть указано любое абсолютно слово. Наличие имени на карте не означает, что пользователь прошел идентификацию. К тому же для небольших операций до 15 тысяч рублей она и вовсе не требуется. Получается, мошенники тщательно продумали свои действия. Но законодатели уже работают над тем, чтобы такое не повторилось. В марте этого года в антиотмывочном законе появились поправки, благодаря которым МФО получили возможность проводить идентификацию клиентов через банки с генеральной лицензией. При сумме займа ниже 15 тысяч рублей возможна упрощенная идентификация. Ее, согласно последним данным, могут доверить всем банкам, имеющим право привлекать вклады, а также системам денежных переводов и электронных денег. Сейчас происходит, конечно, беспрецедентное ужесточение правил работы микрофинансов, организаций, начиная от разделения рынка на микрофинансовые и микрокредитные, в том числе принятие стандартов саморегулируемых организаций по работе с потребителями. Поэтому я думаю, что вот такие моменты, они, наверное, все-таки останутся в прошлом. А пока эти моменты все еще в настоящем, эксперты рекомендуют бережно относиться к своим персональным данным и почаще запрашивать кредитную историю. Чем раньше вы обнаружите мошеннический заем, тем легче будет его оспорить. Схемы злоумышленников изучали Татьяна Калинникова и Сергей Мажаров. Банки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова